МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире телерадио компания Губерния 33, программа «На всю Владимирскую». Меня зовут Александр Козлов, а мой собеседник сегодня Андрей Тихонов, доктор исторических наук, профессор зав. кафедрой истории, археологии и краеведения Владимирского госуниверситета. Андрей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. О чем будем говорить? Сегодня в очередной раз в России отмечается День народного единства, а установлен был этот праздник в 2004 году. И в пояснительной записке к законопроекту, который тогда принимала Дума, кстати, сразу в трех чтениях, отмечалось, что 4 ноября 1612 года ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского были освобождены и Москва, и Китай-город от польских интервентов. Ну и также праздник приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери. Андрей Константинович, вот с точки зрения современной исторической науки, 4 ноября, ну или по старому стилю, это 22 октября был 1612 года, что тогда в Москве происходило и кто с кем боролся-то? Ну вообще, как бы сейчас историки смотрят на смуту, они говорят о том, что в принципе смута это была, в общем-то, борьба за престол, кто будет следующим государем на Руси, так скажем. И в эту борьбу были вовлечены в том числе, собственно говоря, и поляки. Другое дело, что, в общем-то, и предлагали польскому королевичу Владиславу возглавить наше государство, но при условии принятия веры православной. Естественно, поляки были католиками. И тогда, естественно, он бы становился там, он же не мог быть королем Польши. То есть вот так вот в этой ситуации. То есть в этом ничего страшного нет, потому что таких случаев в Европе в то время было масса. Вот, но так как он отказался это сделать, то поляки, которые когда-то могли бы даже считаться, скажем, какими-то союзниками, то есть в данный момент, с этого момента они перестали таковыми быть. И что происходило дальше? Значит, ну, дело в том, что когда была определенная договоренность с поляками, что вот как-то будут рассматриваться варианты, что их королевич будет на престоле, то тогда свергнувшая царя Василия Шуйского, так называемая семибоярщина, во главе с Федором Мстиславским, боярином очень крупным и знатным, они пустили польский гарнизон в Кремль, в Китай-город. Ну, тогда Москва, собственно, примерно вот была, ну, фактически... Ну, то есть это не тот мегаполис, который сейчас... Ну, сегодняшнее садовое кольцо и все, там земляной город, дальше был посад, а вот где бульварное кольцо, там уже жили побогаче народ. Вот и все, а дальше уже ничего не было, за садовым кольцом сегодняшний пригород был. Вот, и что получилось дальше? Их пустили, это как бы, в общем-то, ну, будущих там, как бы вот этих вот союзников, чей государь будет на престоле. Ну, а потом, видите, Королевич Владислав, а по одной из условий было... Ну, да, много было условий ему выдвигался, было условие того, что он не должен давать земли полякам, там, так сказать, прежде всего раздавать их там на госслужбы, на высокие должности ставить. И самое главное, что он должен принять православие. Первоначально-то он как бы на все это согласился. Но потом, в один прекрасный момент, когда уже поляков пустили в Кремль, там же еще, в общем-то, шла борьба с Лжедмитрием Вторым, так сказать, самозванцем, которого, которого сами побороть не могли. И поэтому хотели это делать с помощью поляков. И, надо сказать, поляки помогли отогнать так называемого Тушинского вора. Ну, это сегодняшний Тушино район, Тушино, это сейчас Москва. Ну, тогда это был пригород. И Лжедмитрия Второго выгнали, собственно говоря, отогнали от Москвы поляки в основном. И их как бы вот пустили в Москву, надеясь на то, что вот это вот наши, скажем так, союзники. В какой момент-то они перестали быть союзниками и стали противниками? И вот как раз, когда их пустили вот туда, там получилось так, что это примерно 1610 год. И они потом отказались, собственно говоря, вернее, не они, а отказался вот от королевича принимать православие. Владислав. Владислав. Но тогда была какая ситуация? Тогда ведь неважно было какой-то национальности, главное какой-то веры. Если ты своей веры, собственно говоря, ты свой, чужой веры, ты чужой, в общем-то. И поэтому, и когда он сказал, что он примет православие, понятно, в данной ситуации он уже, если бы он стал православным, он уже не мог бы быть королем Польши. Естественно, он бы был как бы в нашем государе, если так вот представить, что такое было. Но он это отказался сделать. И получилось так, что в данном случае, если он остается католиком, он остается, то получается, что тогда мы просто должны были присоединиться к Польше. В тот момент речи посполитой, это единого государства поляков и литовцев. То есть еще бы наша третья часть бы туда вошла. То есть это, а так не договаривались, что называется. То есть такое вот какое-то вероломство некоторое произошло. И вот с этого времени, конечно, поляков стали воспринимать как противников. Они уже, естественно, Москву покидать не хотели. А учитывая, что взять Москву-то было не так просто, учитывая там, вот сказать, фортификационные сооружения, технику того времени. И поэтому как раз пошло первое ополчение, второе ополчение, которые были, собственно говоря, и созданы. Но первое ополчение, оно все-таки не добило своих успехов, которое было в 2011 году. И вообще стоял вопрос о потере государственности нашей страны. Многие историки на это сходятся. В 2012 году, как раз этот факт, известный в истории, это когда Кузьма Минин, который, в общем-то, не был знатным человеком, он был, ну, в общем-то, одним из купцов, там, скажете, ну, там по-разному, там, местником, который, в общем-то, предложил скинуться всем более-менее богатым людям, вот того же Нижнего Новгорода, деньгами, чтобы собрать новое ополчение. И вот руководителем этого ополчения был призван тот Дмитрий Михайлович Пожарский. Кстати говоря, Дмитрий Михайлович Пожарский, вот 1 ноября день рождения. А вот, кстати, по поводу Пожарского, я где-то вычитал, что вот Дмитрий Пожарский выходец из рода князей Стародубских, а они сами родом с Суздальской земли. Так ли это? И вот в этом ополчении, ну, как-то наша Владимирская земля, что называется, засветилась? Или об этом ничего не известно? Ну да, дело в том, что, в принципе, Пожарский, Пожарский, это, в общем-то, князья наши, как бы, но если братья Владимирской земли. Да, они были Стародубских, было тогда Стародубское княжество, но оно небольшое было, маленькое. Оно сейчас, сейчас это Клязьминский городок, небольшой, около Коврова, недалеко, находится на берегу Клязьмы. Вот это был Стародуб, раньше был центр этого Стародубского княжества. Небольшое оно было. Вот, и он одновременно, что был князем Суздальским, плюс у него были вот свои имения, владения, это вот сегодня в Лухском районе, вот уже сегодняшняя Ивановская область. Там вот было вот Ландах и так далее. Это все, Мугреево, это все были его вотчины, фактически. И вот призвание его руководителем ополчения, фактически, военным, он был военным руководителем. И ополчение-то как раз вот уже оно шло сначала, и там участвовали, собственно говоря, вот эти все полки, в том числе и Владимира. Дело в том, ведь тогда как формировалось то же самое ополчение? Понятно, что основную массу, такую вот элиту составляли вот дворяне, дворянская вот эта конница и так далее. Но довольно вот, например, часто вот люди, те же самые дворяне, бояре, они, например, так, ну, наиболее подготовленных крестьян тоже своих этих земель тоже сбрали себе туда, чтобы они тоже участвовали вот в этом. Поэтому и называется ополчение, потому что там присутствует народ, там не только вот эти вот профессиональные воины. Вот опять же, сейчас сошлюсь на ту пояснительную записку, которую в 2004 году в Думу разработчики законопроекта выслали. Там, значит, сказано таким образом, что освобождение Москвы было образцом героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Вот по, ну, чтобы это поближе к нам, да, там по аналогии с Великой Отечественной войной, когда страна была консолидирована, вот тогда... Ну, вот так же было. Да нет, понимаете, тогда вот нельзя вот нынешние реалии приносить на то время. Тогда все-таки немножко все было по-другому. Ну, там, как бы, в основном, здесь уже с поляками, почему тогда вот стали, вот борьба пошла, потому что это было уже такое, в основном, заметьте же, эта церковь у нас призвала именно идти на поляков, так сказать, как католиков, как представителей. Ну, отношения с католиками были тогда очень-очень сложными, хотя тогда уже появился протестантизм, который, вот эти вот религиозные войны в Европе. И понятно, что они были врагами, то же самое, но враг мой врага, мой друг, поэтому заметьте, что если мы кого-то приглашали из Европы, то мы приглашали, прежде всего, тех, которые являются протестантами. Заметьте, потом и Петр Первый ехал учиться, потом уже в Великое Посольство, но уже потом тоже снова протестантские, это страны, в общем-то, это во многом, это та же самая Голландия, там, север Германии, там, даже там, в Англии какой-то немного был. То есть, в католические страны он не ездил, то есть, с католиками были отношения довольно натянутые тогда, и поэтому, когда стало ясно, что церковь на что напирала, что вот, вроде бы, мы пригласили вот на престол человека, который согласился стать, как и мы, православным, а вот он так вот поступил. То есть, католик нами будет править, хотите вы этого, нет, естественно, народ весь выступил против этого. Вот, и в основном-то, в основном-то, в основном участвовали все-таки, как мы говорим, православное население. Хотя у нас были такие уже в московском государстве, были, например, там, вот это Касимовское ханство такое, Касим, который, такое, Казанского ханства, он перешел в Москве на службу, там, ну, там, Казанские, там, татары и так далее, которые были мусульмане. Но присутствие их войске, так сказать, все тоже было определенное, вот, но они, как бы, тоже в отношении с католиками, в общем-то, тоже не дружили, мягко говоря. Но их было меньшинство, то есть, в основном, здесь все-таки мы должны рассматривать символ веры, а не символ нации. Ну, вот, мне просто интересно, вот сейчас у нас официально 4 ноября является Днем Народного Единства. Так оно было единство? Удалось ли тогда собраться-то? Ну, в принципе, удалось, потому что, если бы не удалось, наверное, ничего бы не было. Собраться удалось, и поэтому, заметьте, что практически все земли, все земли выделили каких-то людей, в основном земли, которые не были под Лжедмитрием, под поляками, в основном, вот, с севера. Дело в том, что, вот, в смутное время, ведь вся Владимирская, как бы, сегодняшняя область, ну, так вот, Владимирский край, наверное, правильно его назвать тогда, они же, в общем-то, признали власть Лжедмитрия Второго. Вот, и при том, довольно долгое время, и только потом, когда, скажем так, разъяснительная работа была проведена, начались уже такие вот, бунты, и, в конце концов, вот эти воеводы, которые были у нас, которые были поставлены Лжедмитрием, они были свергнуты и убиты, факт, во многом, и вы должны были бежать. А так, в общем-то, народ их признавал, потому что пока вот этого ничего, такого, собственно, не было. Потому что ведь за Дмитрием, ну, за Дмитрием, почему, так сказать, потому что это считалось, что он говорил, что он сын Ивана Грозного от последнего брака на Марии ногой, и что вот он чудесно спасся. Но тогда уже Дмитрия было очень много, там, насчитывают их несколько, было там до четыре основных, еще сколько не основных и так далее. Ну, тогда много, да, но тогда... Как вы, историки, во всем этом разбираются? СМИ тогда не было, поэтому кто слухами все полнился, никто же никого никогда не видел, там, кто, чего, как. Вот, и вот такая вот ситуация была. И поляки, вот, когда в свое время одно, когда вот с ними более-менее договорились, именно по принципу веры, они помогли с Лжедмитрием разобраться. Лжедмитрий, фактически-то, он потом был в итоге разбит, и от него отрядов ничего не осталось. Они все были рассеяны во многом. А вот, а потом уже, когда стало ясно, что поляки, так как они, как это описали, упорствуют в вере, остаются католиками, но православные как бы не хотели быть под католиками, потому что все-таки отношения были, ну, не очень хорошие. Ну, сейчас, конечно, немножко другое время, вот, и поэтому было так. А потом, когда мы говорим о народе, а вот народ участвовал. Народ-то же тоже участвовал в самом как? Ведь дело в том, что... Трепастные же были. Вот для народа было как? Для него родина, это был вот его хозяин, князь его, ну, воевода, там, князь, там, боярин. Это вот его родина. А то, что было там, условно говоря, там, за 100 верст, ему мало интересовало вообще. И, может, даже и не знал. Да, он и не знал вообще, что там происходило. Ну, ему сказали, вот, понимаете, вот, ну, как там объясняли, ну, вот эти, так сказать, вот их там господа, они знали. Потому что многие крестьяне там в свою жизнь, в свои деревни не выезжали ни разу. Там, ближайшее село, там, по выходным на молебен. И что получалось? Что получалось, что вот им сказали, вот, видите, вот нас тут супостаты, вот, противоположные веры хотят вот взять и так далее. Вот надо как-то помочь бороться. Ну, вот как, ну, и так примерно, примерно так это все надо себе представить. А также, потому что то, что там, понятно, вот такое вот, переносить это все как в 21 веке, у нас в 20 веке, это не совсем правильно было. А вот относительно казанской иконы Божией Матери. Ведь позже, правда, после уже 1612 года, этот праздник Алексею Михайловичу, по-моему, был введен. И он введен был как государственный, и как избавление. Вот как вот это? Ну, отбавление. Ну, значит, дело в том, вот смотрите, здесь еще немножко такая вот, у нас вот несколько слукавили, вот, насчет именно самого числа. Ну, да, 22 октября, по старому стилю, по новому, 4 ноября, это день Казанской иконы Божией Матери. Но ведь в этот день, в этот день, наше второе ополчение освободило только Китай-город. Ну, вы знаете, что это... Ага, это часть Москвы. Ну, часть Москвы, да. Но в Кремле поляки оставались еще до 26 числа, то есть до 7 ноября, по новому стилю. И только 7 ноября их даже не взяли, они просто сдались, потому что им ничего уже было есть. А взять Кремль было невозможно по тем временам. А слукавили в том, что не оставили 7 ноября. Да, ну, понимаете, но дело в том, что вообще-то должно было быть день народного низкого как бы 7 ноября. Но как бы 7 ноября у нас попадает вот сейчас вот на день Октябрьской революции, там уже тоже как бы интерпретация по-разному. Кстати говоря, в следующий год будет 100-летие Октябрьской революции, тоже очень, кстати, большое событие, как бы мы к нему не относились. Но оно, естественно, не пройдет у нас незаметно в стране, у нас уже масса конференций готовится на самом высоком уровне в Академии наук по этому поводу. Вот, но это другой момент. И то есть получилось бы как? Например, если бы приурочили это все к сдаче польского гарнизона в Кремле, то есть это получилось бы на 7 ноября. На 7 ноября у всех масса населения ассоциируется именно с Октябрьской революцией. И поэтому это было, не было бы такого резонанса. И поэтому решили остановиться на 4-м. Но другое дело, что как там и как объясняют, что да, 7 ноября никаких боев не было, уже все, потому что просто поляки сдались. Именно по причине голода. А бои были, да, вот за Китай, город, были бои. А вот 7-го уже никаких боев не было, то есть просто это окончательная сдача. 4 ноября какое-то время был государственным, ну как государственным, то есть он был в церковном календаре, но было государственным. Да, да, дело в том, что там же была как раз и на Красной площади, вот поставлено сейчас, есть вот Казанский собор, вот этот, да, так сказать, связанный вот именно вот... Это вот за скульптурой Минина и Пожарского, собственно, с этими событиями, да. Ну, ближе, вот, Никольская улица там начинается, вот туда уходит от Красной площади. Вот, то есть это вот опять связано вот с этими событиями. Эти события во многом-то, они о чем свидетельствуют? О том, что как бы самое главное, канвата была в чем вот в нашей истории? То, что мы защитили свою веру вот от, ну, тех, которые вот, ну, тогда не хотели кого-то, например, в данном случае там от католиков. То есть, потому что понятно, что сейчас ситуация между католиками и православными, она немножко другая, но тогда она была, так говоря, напряженная. Это традиция отмечать Казанскую 4 ноября, ну, или 22 октября, когда она прервалась у нас, собственно. Почему мы опять только к этому пришли? Нет, ну, дело в том, что, ну, прервалась у нас во многом, как бы его, ну, красным днем, как бы он не был, в церковном календаре она всегда отмечалась. Но, понятно, что уже ближе, там, после Петра Первого, там, ну, хотя на это внимание обращали. А потом уже, ну, плюс еще в советское время, там, как бы вообще, вот это было все, было все, было все, ну, как бы, ну, забыто это никому уже не надо было. Как бы вот это от религиозных активов избавлялись, вот таким образом. И поэтому, как бы, на это, да, и тогда вот именно в советское время появилось, что вот мы, вот, вроде выступал народ против, вот, иноземцев. Хотя, вот это в основном-то было противостояние религии, я бы так сказал. Вот какой вопрос. Борьбе за престол. Я предлагаю сейчас немножечко отойти именно от темы 4 ноября, немного пошире ее взглянуть. Ведь у нас вообще, я не знаю, как в других странах, но у нас-то история российская очень петлястая такая. И много всяких событий и дат было. На ваш взгляд, и, кстати, 4 ноября, если вот в новейшую историю совсем недавно она появилась, да, 20 лет нет, 15 лет нет. Вот. Есть ли, на ваш взгляд, в истории России даты, которые, ну, вот, по тому же принципу, что с освобождением Москвы в 1612 году имело бы смысл возвести в ранг государственных праздников? Ну, там, я не знаю, там, Куликовская битва, или там, свержение татар-монгольского ига. Ну, с монгольским игом-то все сложно тоже. Но тут отдельный разговор, там, да. Потому что там, так сказать, ну, если брать более древнюю историю, то там, в общем-то, такие моменты, которые, наверное, связаны с каким-то, ведь у нас же была Южная Русь, Северо-Восточная Русь. То есть, когда вот Северо-Восточная Русь возвышалась, это как раз вот связано вот с княжением тогда еще Андрея Боголюбского, это вот середина, середина 12 века. Потом его младшим братом в Севом-Третьем Большое Гнездо, какие-то вот, может, даты отсюда, потому что когда именно шло укрепление от Северо-Востока, мы же как бы сейчас вот там, ну, Южная Русь, это сегодня Украина. А Северо-Восточная, это вот как бы мы, вот да, сейчас. И поэтому, например, вот на Украине сейчас, ну, скажем, вот Андрей Боголюбский, ну, он как бы считается фигура такая, ну, отрицательная, скажем так, даже больше. В том плане, что как бы вот он, вопреки воле отца, оставил Киев, ушел сюда и стал поднимать эти земли в ущерб вот Киеву. И вот как бы вот такой сепаратист, если так можно сказать. Еще и икону унес с собой. Ну, и икону, да, вот, вот это вот такой момент имеет место быть, а уже фактически ведь Боголюбский заложил Великокняжескую, хотя, скорее всего, на отца его приходит, это Юрия Долгорукова, что как бы вот он заложил основу Владимирской Великокняжеской династии, как младший из сыновей Владимира Мономаха, им давались вот самые дальние земли, а это наши были. То есть от Киева брать, ну, ты сейчас-то далековато будет, а по тем временам, пока из Киева до Владимира доедешь, это сколько будет? Или там, ну, в основном по воде шли? Ну, тем не менее, какие бы вы даты вот еще отметили, которые, в принципе, с точки зрения историков, вполне бы, возможно, было, ну, хотя бы актуализировать? Ну, актуализировать, я думаю, что все-таки вот такие даты вот именно того времени, когда вот как бы вот возвышение шло вот именно вот наших земель. И потом, дальше очень важный момент имеет, вот когда произошло падение Константинополя, и там на фактически землях Константинополя образовалась Византийская империя, то вот у нас с 50-х годов, это 1453 год, а вот с 1458 года у нас стали избирать митрополитов независимо от Константинополя, в начале, и это привело к тому, что у нас стала, как бы, своя отдельная митрополия, она, как бы, все равно подчинялась вроде бы Константинопольскому патриарху, но в любом случае она уже во многом, в общем-то, сама диктовала условия тогда... То есть это еще не патриархия была, да? Нет, ну, патриархия у нас чуть попозже будет, там, через 100 лет, 1589 год, когда московский патриархат возник, вот, вот, и он где-то вот пятый по значимости среди всех патриархий, ну, по времени возникновения. Вот, вот это, наверное, тоже, потому что здесь во многом уже были какие-то утеряны связи вот с Южной Русью, и мы здесь сами стали уже развиваться, учитывая вот эту многую большую специфику наших территорий. Дальше, отсюда, кстати, пошли вот потом большие вот различия уже, но сначала небольшие, потом больше вот уже с Южной Русью, вот с теми землями, которыми мы сейчас называем Белоруссией и Украиной, вот именно этот, именно вот этот регион. Дальше, наверное, время, когда у нас все-таки вот середина 16 века, ну, тут можно подумать, а какую дату точно взять, то есть когда у нас стало, стало уже фактически действительно централизованное государство, уже вот во многом без каких-то внутренних вот границ и прочее, где вот какая-то одна более-менее единая там и денежная единица была и прочее. Вот этот момент тоже, наверное, важный. Вот это тоже. Ну, плюс ко всему, вот когда, понятно, что вот после вот смутного времени утвердилась уже вот эта вот династия, когда, ну, в принципе, 1613 год у нас, ну, окончательно с поляками-то и со шведами разобрались к 1619 году. Как раз, кстати, в этом году из плена, польского плена был освобожден тогдашний, ну, митрополит, тогда потом стал патриархом Филарет, который был отцом вот вновь избранного царя нашего этого Михаила Федоровича. Ведь, ну, дело в том, что и потом, и вот, кстати говоря, ведь, почему Михаила Федорович во многом избрали, почему? Ведь дело в том, у нас ведь выбор-то шел не потому, что как бы самый достойный, никогда самого достойного не избирает, выбирает того, который всех устраивает. Вот он всех устраивает. Компромиссный. Да. Ему было 16 лет, все, и все, каждый знал, что, например, если мы выберем какой-нибудь боярский род, то этот боярский род, придя к власти, он задушит остальных. Ну, так же, как и все по-стальному. Поэтому все друг друга боялись. И поэтому, естественно, вот в конце концов, ну, как бы забаллокировали тех кандидатов, которые шли от бояр, от разных группировок. И поэтому, а этот как бы ни с кем не был связан, и его просто поставили, что каждый надеялся, что будет на него влиять. Так оно и было, по-первых, через земские соборы по-разному, до того времени, как не появился Филарет. Филарет, когда пришел, он фактически стал управлять государством. Он всех потихоньку разогнал, и, в общем, к нему, кстати, такое же было обращение, как и к государю. Вот, это очень редкий случай в истории. Хотя, все-таки, государев титул, он более значим, чем патриарх. Но тогда это было почти одинаково. И тогда вот именно Филарет, он играл более важную роль, и он как бы своего сына научил. Он умер в 1633 году. То есть, он уже все-таки кое-чему же научился, сын-то уже к этому времени. Уже он тоже большой мальчик, уже был к этому, уже и не мальчик, он 36 лет был. Он же что-то уже понимал. Андрей Константинович, вот еще какой вопрос. Вот смотрите, ну, понятно. Поэтому династия удержалась, кстати говоря. Если бы не Филарет, навряд ли бы. Там бы интриги, интриги бы шли, снесли бы, да. Ну, и, соответственно, страна бы опять развалились. Ну, и, кстати, обратите внимание, вот тоже, и потихонечку, потихонечку, вот этот наш вот спаситель, что называется, страны Дмитрий Пожарский, он тоже ушел в небытие, его по многому. Потому что вот с Романовой не сработались, как бы так сейчас сказали, да. Совсем немного времени у нас остается с вами. Вот смотрите, 12-й раз мы отмечаем День народного единства. Вы работаете со студентами. Ну, и круг общения у вас, я думаю, очень широкий. Вообще, на ваш взгляд, прижился этот праздник-то у нас? Люди вообще понимают, что мы празднуем? Ну, если честно сказать, мы объясняем студентам, они знают, что это такое. Вот мы, кстати говоря, вот уже 9-й раз, 9-й раз проводили, ну, не 12-й, а 9-й, как раз вот именно вот к этому празднику, к традиционной конференции в Суздале. В Суздале в истории России, где в основном, конечно, вот идет, вот, ну, там разные мы периоды рассматриваем, но самое смутное время вот это. У нас это, ну, так и проходит такой красный нитик. Заметьте, что и сейчас любые основные торжества у нас проходят, вот по этому празднику именно в Суздале, даже не во Владимире. Это правильно, потому что могила Пожарского там в Спас-Ефиме монастыре находится, памятник ему там, и это правильно, потому что это все-таки Суздальский князь, и он там, в общем-то, с Владимиром мало что связано. Ну, конечно, был во Владимире, но он все-таки не Владимирский князь. И поэтому, и поэтому, естественно, что вот мы стараемся, но надо сказать, что вот основная масса людей, сейчас вот выйти на улицу, спросить, но я думаю, что не ответят. Думаю, 9 и 10 не ответят. Почему? Ну, что-то, может быть, сказать. Ну, это просто надо как соцопрос такой провести. Но вот мы своих студентов учим, по крайней мере, вот мои студенты, которые я вот учу, вот мои студенты-историки, там, на гуманитарном институте, они знают, что это такое. Ну, если еще и историки не будут знать, что мы отвечаем, ну, со всей туши. Да, они знают. Вышло у нас время. Напоминаю, гостем студии сегодня был Андрей Тихонов, заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения Владимирского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Андрей Константинович. Спасибо вам большое. Гораздо яснее стало. Много тоже слышал, но сейчас гораздо яснее. Спасибо. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова